Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пачаевская икона Божьей Матери теперь на выставке «Православная Русь». До этого поклониться образу можно было в Вознесенском храме Перми, в который она вернется после окончания выставки и проводит там до 30 августа. «Православная Русь» проводится по благословению святейшего патриарха Московского Евсея Руси Кирилла и митрополита Пермского и Соликамского Мефодия. Когда эта святыня здесь, то очень многие люди с благодарностью приходят. Те, кто, может быть, даже и не планировал, и поклонившись этой святыне, почувствуют, что мы обязаны вести себя совсем по-другому. Может быть, чуточку лучше, может быть, чуточку уважительнее. Это архиважное событие. Раз в год, может быть, даже это мало. Возможно, там надо делать еще что-то. Вера – это главное. Когда я смотрю в глаза людей, которые и здесь стоят, и пришли сюда, я вижу, что в них есть вера. Поддержку оказали краевые и городские власти. Партнером выступила компания «Лукойл Пермь». Православная Русь – традиционно самое посещаемое мероприятие на Пермской ярмарке. Выставка, которая действительно каждого, может быть, проходя по экспонатам, знакомясь с православной культурой, с православными обычаями, подтолкнет, наверное, на тот истинный путь, который нам, может быть, порой всем не хватает. Центральным событием выставки станут ежедневные богослужения. В павильонах также пройдут встречи за круглым столом и мастер-классы ремесленников. Каждый, кто пришел, по-своему объясняет, почему он здесь. Тянет сюда, поэтому прихожу. Я пришла сюда к иконам со своей мамой и отцом. Выставка приурочена к празднику «Медовый спас». Участие в православной Руси примут более 200 церковных и светских организаций из разных уголков мира, в том числе и из соседних Украины и Белоруссии. Мы приехали из Белоруссии, Кутеинский, Свято-Богоявленский мужской монастырь, город Орша. Мы к вам не первый раз приехали, нам очень нравится ваш город. Мы в этот раз привезли очень много нового товара. Выставка «Православная Русь» продлится до 23 августа. Дмитрий Копанцев, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует… Продолжение следует...